Принятый в апреле 2015-го совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана рассматривался международным сообществом как триумф дипломатии, позволивший разрешить давний конфликт между Западом и Ираном. До тех пор, пока новый президент США не заявил, что считает достигнутую сделку ошибкой и намерен выйти из неё. В мае прошлого года Дональд Трамп сдержал слово. «В минувший понедельник на саммите Большой Семёрки в Биарице он пояснил, мы заключили смешную сделку, мы дали им 150 миллиардов долларов, мы дали им более полутора миллиардов наличными и ничего не получили взамен. Кстати, это соглашение истекает в очень короткий срок, не следует заключать настолько краткосрочные сделки с государствами, которые существуют давно, особенно когда приходится платить такие деньги». В мае 2018-го Вашингтон снова ввел санкции против высшего руководства Ирана, в том числе Айталы Хаминьи, командование Стражей Исламской революции и связанных с ними компаний. Санкции, в частности, были направлены на то, чтобы не дать Ирану получать прибыль от эксплуатации огромных нефтяных ресурсов, привести экономику к стагнации и усилить тем самым давление на правящую элиту. Год спустя можно сказать, что план удался. Падение доходов от нефти привело к сокращению ВВП на 6%. Иранская валюта Реал потеряла 60% стоимости, инфляция подскочила на 37%. Самую высокую цену заплатили простые иранцы. После озвученной президентом Франции инициативы о встрече между Дональдом Трампом и Хасаном Раухани, наблюдатели ждут от двух лидеров сигналов о смягчении. В первом случае санкции, во втором антиамериканской риторике. Для начала диалога.